В первую очередь, естественно, мы все понимаем, что централизация производства – это некий инструмент для решения очень большого пула внутренних проблем, которые у нас возникают. И самая главная, конечно же, проблема – это отсутствие единого качества. Нам сложно обеспечить на магазинах, в точках, с теми сложностями сотрудников и компетенциями сотрудников, которые есть на местах, обеспечить единое качество. В этом нам помогает централизация, естественно. Кадровый голод, который нас одолевает последние несколько лет и ожидаем мы, что он так и не закончится. Постоянно растущие затраты на персонал, потому что, опять же, как только что говорили коллеги, большое количество оттока персонала идет в разные сферы, и мы вынуждены придумывать велосипед, как я говорю, для того, чтобы сохранить тех сотрудников, которые есть, для того, чтобы развить этих сотрудников, для того, чтобы оставить этих сотрудников. Ну, отдача с квадратного метра – это то, что интересует в первую очередь собственника, да, это нехватка торговых площадей, когда хочется, как тоже предыдущий коллега сказал, чем нравятся мне вот эти форумы, когда приходишь сюда и слушаешь коллег, и такой, о, это про меня, а вот это про меня, а вот это что-то из мира волшебства. Так вот, когда мы хотим постоянно увеличить торговое пространство, ну, в ущербе, естественно, производственному, да, и на 10 квадратных метрах мы пытаемся вместить полноценную пекарню с печами, а еще вот в лучшем случае, да, как сказали коллеги, желательно бы сделать две печи. Проблемы с оборудованием, контролировать техническое обслуживание оборудования на местах, на торговых точках, конечно, сложнее, чем это делать, ну, централизованно в рамках одного производства. Ну, и низкая производительность на торговых точках связана, в первую очередь, с разнообразием ассортимента, с разнообразием технологических процессов, которые есть на производстве. Но мы пытаемся за счет централизации упростить эти процессы и поставить их на поток. И, как также сказал предыдущий мой коллега, чем проще процесс, тем меньше ассортимент, уже, тем, естественно, производительнее и эффективнее производство. Как, знаете, есть такая, ну, я поделюсь своим, да, мнением, мы все время производственники в ритейле, пытаемся усидеть на двух стульях. Мы хотим быть эффективными, мы хотим сохранить свою уникальность, мы хотим дать покупателю широкий ассортимент. При этом нам важно это сделать максимально быстро, эффективно, стать максимально быстрой, отдачу дать, там, через два месяца уже собственнику показать цифру и результат. И, конечно же, когда на этих весах мы все время взвешиваем, оцениваем риски, мы, ну, расставляем для себя приоритеты, те, которые в тот момент для нас являются важными. И в вопросах централизации я хотела бы сделать акцент, что крайне важно держать в фокусе внимание покупателя, его потребности, его пожелания, его привычки, соответственно, потому что мы пытаемся бежать за эффективностью, мы хотим сделать как лучше, но упускаем самое важное, это наш покупатель. Повторюсь, да, мы столкнулись с этим, то есть мы хотели сделать как нам казалось, как лучше для покупателя, мы внедрили централизованное производство, которое впоследствии начали изменять, меняя упаковку, потому что покупатель Дальнего Востока особенный покупатель, он более требовательный, покупатель привык, как говорил коллега Санкт-Петербурга, к ручному производству. Он любит ручные пельмени, он любит с пылу, с жару, он любит салат, который режут здесь при нем сейчас, вот он это видит. Ну то есть покупатель Дальнего Востока, вот он такой. И когда мы внедрили централизованное производство, естественно, да, предлагая покупателю, пусть тут же приготовленный, но на фабрике кухни, привезенный на торговую точку, уже у покупателя пошло восприятие совсем по-другому данного продукта. Ну и важно учесть и понимать, что централизация производства, автоматизация, про которую тоже до меня говорил Игорь, и когда в идеальной картине мира все будет делать робот и все будет совершаться само собой, и мы не будем завязаны на человеческом факторе, мы должны понимать, что форс-мажоры присущи в нашей сфере деятельности. И любые некорректные заказы, которые делает автозаказ, то есть изначально мы, оставляя на ручном управлении заказы, столкнулись с тем, что, ну, сотрудники стали ошибаться в заказах, дальше мы перевели на автозаказы, соответственно, тоже это привело, в свою очередь, к тому, что цифры считают по-своему, но при этом волатильность спроса, как раз у нас последние три года охватывала волна, то одна волна, то вторая волна всяких объективных сложностей, и ковид, и СВО, и, собственно, это в первую очередь отразилось на сегментах производства, потому что покупатель то побежал готовить дома, это отразилось на спросе, то он обратно стал возвращаться, то, соответственно, мы тут ему положили упакованный товар, который он пришел и хотел купить на развес, как он привык. Ну, то есть достаточно стрессово мы проходили все эти острые углы, и важно понимать, что при любых форс-мажорных ситуациях, таких как некорректные заказы, незапланированное повышение или понижение спроса, любые проблемы при доставке, любой форс-мажорной фабрики ведет к потере продаж. Когда вы планируете производство, ну, в итоге, да, я резюмирую, когда все-таки сделаю акцент, при этом важно понимать, что штат на магазинах мы уже оптимизировали, мы уже запустили централизацию, естественно, в параллельной истории идет оптимизация штата на магазинах, ну, потому что эффективность же она считается как. Мы же видим, что здесь мы увеличиваем производительность, тут мы оптимизируем штат, что в свою очередь привело к тому, что были моменты, когда невозможно исправить эту форс-мажорную ситуацию и использовать людей на магазинах, то есть их просто нет, их не хватает. Для того, чтобы увеличить ассортимент, изменить ассортимент, исправить ситуацию быстро здесь и сейчас, ну, вот мы стали сталкиваться с такими ситуациями, что нам все-таки важно сохранять людей на магазинах, переориентировать их на какой-то другой выпуск, на «Расскажу кейс», да, у нас был очень успешный кейс на Пасху. Наверное, для любой сети важные периоды – это Новый год и Пасха. Так вот, мы пекаря при этом, одна из самых сложных профессий и самых дефицитных профессий в нашей сети. И поэтому, когда мы придумали централизовать выпуск топовых позиций куличей, думали, чем же ли занять людей, да, чтобы людей на период нельзя убрать и отправить в отпуска, и, собственно, мы просто их потеряем. Тогда мы пересмотрели ассортимент, посмотрели, так скажем, проанализировали с коллегами потери продаж, который у нас по дневнику событий был прошлой Пасхи. Поняли, выявили позиции, которые были высокомаржинальными, но низкопроизводительными. То есть это куличи там с сложным оформлением кондитерским, да, это Пасхи со сложными оформлениями, там, с цукатами высушенными. В общем, сделали так, что увеличили продажи на 30% like for like во всех магазинах в период Пасхи, благодаря тому, что централизовали выпуск трех позиций самых продаваемых и перераспределили людей и весь человеческий ресурс на выпуск более сложной Пасхи, более дорогой. При этом мы не только увеличили товарооборот, но и увеличили рентабельность. Так, то, что касается кейсов части ассортимента, централизации ассортимента, мы, конечно же, мы всегда планируем, не всегда, а это логично, когда мы планируем централизовать выпуск, так скажем, топовых позиций для того, чтобы производство централизованное было максимально эффективным и производственные площади были задействованы на 100%. Соответственно, мы переводим топы продаж на фабрику, при этом оставляя на магазинах позиции для широты ассортимента. Когда мы их оставляем, естественно, это низкопроизводительные позиции, ну, то есть тут как бы про высокую производительность речь не идет, да? И также мы пытаемся сохранить широту ассортимента. При этом, тоже приведу пример, если у нас три года назад ассортиментная матрица состояла из трех третей, то год назад у нас появилась четвертая треть, то есть мы пытаемся глубину и широту ассортимента увеличить, потому что этого требует покупатель. Увеличить в том числе и в собственном производстве. Широта ассортимента и глубина ассортимента в централизованной фабрике, как мои коллеги только что сказали, конечно же, не ведут к эффективности. Чем уже ассортимент, чем проще процессы, тем эффективнее будет централизованное производство. Но у нас же есть производство на магазинах. И классно, когда эффективное централизованное производство, это отлично, но мы же вынуждены обеспечивать розничные продажи. И здесь как раз мы вот пытаемся усидеть на двух стульях и вспоминаем про то, что нам необходимо обеспечить широту ассортимента. Нам необходимо сохранить, не знаю, миндальные макаронсы. То есть это очень трудозатратное печенье, но которое очень высокомаржинальное. Но при этом покупатель его готов покупать тоннами, а мы не можем его обеспечить. Не можем, потому что на тот момент у нас не было централизованного производства. Сейчас компания запустила еще один централизованный цех. Думаю, что когда-нибудь мы придем к централизованному выпуску Макаронс. Потенциал данной позиции очень большой. Важно понимать, что отсутствие гибкости – это та проблема, с которой вы будете сталкиваться очень часто при централизации производства. Как я уже сказала, отсутствие людей на местах при централизации производства, плюс узкий ассортимент, который выпускает фабрика. Еще поделюсь кейсом, когда мы запускали фабрику, мы прямо хотели, чтобы весь ассортимент, который позволяет нашей ассортиментной матрице, делался на фабрике. Но ситуация в жизни говорит о том, что магазины не готовы обеспечить необходимый спрос для того, чтобы фабрика, условно говоря, замешивала не 2 килограмма, для этого неэффективно не использовала свое оборудование, а все-таки выпускала объемами, которые необходимы фабрике. И при этом мы говорим о том, что гибкости в принятии решения в части изменения ассортимента у вас тоже также будут с этим сложности. Также был кейс, когда мы купили оборудование на фабрику и впоследствии поняли, что данный ассортимент в условиях фабрики выпуск неэффективен, не нужен. Ну, то есть столкнулись с тем, что нам необходимо стало продавать это оборудование для того, чтобы оно не стояло. Вам просто сейчас делают на этом акцент, чтобы вы понимали, если вы находитесь в стадии централизации тех или иных производств, цехов, понимали просто вопросы, на которые необходимо обратить внимание. Есть еще одна сложность, с которой мы столкнулись. Наша сеть представляет собой разноформатные магазины. То есть это и гипермаркеты с полным циклом производства, это и супермаркеты, это и экспрессы, и мини-маркеты, дискаунтеры, соответственно, и формат продажи на всех магазинах разный. При этом ассортимент даже тот же оливье, да? Ну, то есть просто приведу пример, мы берем оливье на один магазин. На часть магазинов необходимо поставлять оливье, условно говоря, упаковкой в 3 килограмма минимум, да, минимальный квант. А на часть магазинов необходимо поставлять 3 баночки для сохранения ассортимента по 150 грамм. Ну, то есть это тоже важно учитывать при запуске ЦМДТ-1 и тот же салат, но фабрика столкнется с вызовом, потому что смена матриц на фабрике – это тоже трудозатратный процесс, и, как правильно Игорь заметил, он снижает эффективность на 30%. Поэтому важно в самом начале закрепить кровью тот ассортимент, ту упаковку, в которой он будет продаваться, как минимум на длительный срок, потому что смена линейки – это очень трудозатратно, смена ассортимента – это трудозатратно и по времени, и по деньгам, и по, в общем, по психологическому состоянию производственников. Дальше. А еще был пример, когда мы изначально запускали матрицу на 200 грамм салатов, после мы пришли к выводу, что необходимо уменьшить эту весовку и заменить не только весовку, но и заменить упаковку для того, чтобы салат презентабельно смотрелся в этой упаковке. Соответственно, это повлекло за собой закупку дополнительного оборудования и ожидания в целый год. Ну, то есть здесь не идет речи про быстро здесь и сейчас. Вы должны все сразу это понимать при централизации производства. Здесь и сейчас быстро исправить ничего не получится. Ну, собственно, я уже об этом сказала. Мы перевели часть ассортимента топ-продаж на фабрику, естественно. При этом оставили ассортимент трудозатратный на магазинах. Для примера, приведу пример, фотография шашлыков. Ну, то есть нарезать шашлыки на фабрике в разных маринадах и привезти уже готовые на магазин – это одна история. Сделать, накрутить там бризоли с кальмара и привезти полуфабрикаты на магазины – это уже другая история. И объемы продаж не обеспечивают загрузку фабрики. Поэтому важно было нам оставить возможность сделать те несчастные полтора-два килограмма на каждом магазине, но обеспечить широту ассортимента. Как я уже сказала, определенные затраты управления цепочкой температурной также влечут до собой большие затраты. На фотографии мы видим, и особенно в период высоких температур, как и низких температур, собственно, мы понимаем, что наш продукт, он очень трепетный и требует больших затрат. Я не буду повторяться. Тут просто… Ну, собственно, все то же самое, что я озвучивала. Нас за эти три года у нас было и наводнение, и ледяной дождь, и отрезали целые районы, находки, отрезаны были у нас магазины вообще длительное время, в Уссурийске отрезаны были от поставки, от логистики. Соответственно, мы не могли просто поставлять туда продукцию какое-то время. С учетом того, что поставка туда затруднена, выпуск там ограничен в связи с тем, что людей нет, мы их оптимизировали. Нужно было и запретать велосипед. Тоже форс-мажорный велосипед каждый раз. Это тоже имейте в виду. Персонал. Хочу обратить ваше внимание на то, что централизация производства… Ну, мы все руководители здесь, и все прекрасно понимаем плюсы централизации производства. Мы говорим о том, что да, это классно, мы четко знаем, куда мы идем, зачем, какие он классные плюшки нам даст. Поделюсь в конце, чего нам удалось в цифрах достичь за счет централизации. Но при этом мы забываем о том, что невовлеченный персонал не транслирует покупателю свою эмоцию к этому продукту. Условно говоря, продавец, который на магазине знает, что салат Оливье вот тут нарезала баба Маня, с которой она вчера там пила чай, и у нее-то точно всегда вкусно, естественно, это же расскажет покупателю. А салат, который приехал с фабрики, для нее не будет настолько близок и настолько трепетно она к нему не будет относиться. И, может быть, вы скажете, да как бы это, ну, такой вопрос, наверное, незначительный. На самом деле значительный. Потому что сервис, который понесли продавцы дальше в магазинах, когда мы стали сталкиваться с тем, что покупатели, а у нас достаточно лояльные покупатели, и благодаря той обратной связи, которую постоянно дает покупатель Дальнего Востока на магазинах, мы смогли много чего исправить. Если бы покупатель равнодушно реагировал и вообще ничего, собственно, не оставлял, не тратил на это время, наверное, мы бы еще долго плескались в этих тяжелых вещах и не понимали, почему у нас на 20% упали продажи винегрета. А все просто. Потому что покупатель подходит и говорит, почему-то с Хабаровска стали привозить во Владивосток винегрет. Вы ненормальные? Ну, то есть он стал давать такую обратную связь. То есть у него появилась информация. Соответственно, что мы сделали? Мы стали поставлять на магазины салаты в виде полуфабрикатов, для того, чтобы окончательный технологический процесс производился все-таки на точке. Окончательно это заправка майонезом, заправка маслом. Ну, то есть для того, чтобы руку физически все-таки сотрудник на магазине приложил. Мы стали возить постоянно сотрудников производств на фабрику, для того, чтобы они пожили там, ну, в смысле не пожили, а походили, посмотрели, позадавали вопросы, пообщались. Периодически стали туда запускать десанты для того, чтобы, ну, где-то на каких-то процессах они постояли. Уверяю вас, если он целый день постоит на процессе битья яйца и обработки яйца, он будет с трепетом относиться потом к продукции, которая будет поступать на магазин и к нему на магазин. Потому что, постояв на фабрике, на потоке, он это понимает прекрасно, какой это нечеловеческий труд физический. Дальше мы проводили постоянные брифинги с директорами магазинов, потому что директор магазина несет всю информацию сотруднику, и впоследствии это отражается на покупателях. Мы постоянно создали в группе WhatsApp, даже просто вам приведу пример, в группе WhatsApp добавили до всех директоров, всех производственников, и каждый день проводили брокираж по сети. Ну, то есть каждый день сотрудники фабрики кухни обрабатывали кучу обратной связи. Это очень тяжелый и сложный процесс, но мы пошли на это, люди тратили на это время, действительно много времени. Но нам было важно поменять стереотип восприятия фабрики сотрудниками на местах. Это важно, потому что сотрудники будут продавать. Любую самую потрясающую идею можно испортить бездарным исполнением, просто потому что у людей нет вовлеченности, нет личного участия, восприятия и понимания того, а что это, а зачем это, а кому это надо. Ну и да, у нас тоже был такой кейс, когда мы на магазинах попытались централизовать максимальное количество ассортимента и поняли, что, как я уже ранее сказала, есть продукция, которая продается только с пылу с жару. Это и наггетсы жареные, и курица-гриль, и блинчики те же самые. То есть продукт, который невозможно привозить, даже обеспечившим максимальную температурную цепочку, максимально оптимальную. Важно здесь все-таки сохранить свежесть, сохранить историю готовки здесь же и сейчас на глазах у покупателя. Запах, который издается при продукции, конечно, мы его не заменим никакой централизацией. Но единственное, что мы здесь сделали, на магазинах, где усеченное производство формата либо супермаркеты с отсутствием кулинарных цехов, оставили, соединили функционал и перевели его на продавца. Еще один кейс. Особенность локального покупателя. Как я уже сказала, покупатели Дальнего Востока, они максимально лояльны к сети, потому что это своя. И вот это свое, оно прям во всем присутствует. Они гордятся тем, что есть у них своя сеть. Своя дальневосточная. Поэтому менталитет хабаровчан, хабаровского края, да, я думаю, вы года три назад, вся Россия увидела, как хабаровчане умеют отстаивать свое. Так и здесь. Это касается всего. Касается в том числе и ассортимента, и дальневосточной сети, и производства на Дальнем Востоке. Потому что это свое. Но! Своё, но в нем есть особенности. Например, приморский покупатель. Вот он любит фунчозу, потому что он больше, ближе к Азии. Естественно, азиатская кухня приоритетная. И он любит фунчозу белую, прям белую, прозрачную, шпаренную. А хабаровчанин, хабаровский край, Амурская область, они предпочитают салат из фунчозы, такой более насыщенный овощами, протушенный с этими овощами. Соответственно, это все тот же салат, все та же фунчоза. Но технология приготовления, она разная. Естественно, при централизации мы все прекрасно понимаем, что оставлять две фунчозы и возить на одно направление одну, на другое направление другую, тоже достаточно проблематично. Но мы оставили две фунчозы, и мы возить стали и туда, и туда, обе фунчозы, и прокачивать продажи, и делать топы продаж и с той, и с другой. Ну, в заключении, да, я хотела бы сказать, что однозначно централизация производства это важный инструмент в нашей с вами работе. Нам непосредственно централизация производства дала возможность увеличить производительность на 30% в целом по сети и дать увеличение рентабельности операционной прибыли производства на 20% в год в году за счет централизации в том числе. Ох, сейчас еще один кейс вспомнила. Быстро расскажу. Ой, мелькнула в голове, просто вспомнила про рентабельность. Особенно, как мне показалось, у нас случилось какое-то изменение в менталитете сотрудников по восприятию ассортимента и фабрики, и самой централизации в голове, когда мы реализовали вот эту Пасху. Почему? Потому что Пасха у сотрудников воспринимается как что-то тяжелое, тяжелый труд, работа 24 на 7, и, соответственно, сотрудники к Пасхе готовятся, не знаю, внутренне и морально больше. А здесь, когда мы перевели на централизацию и основной топ переложили как раз, ну, то есть Кулич приезжал в высокой степени готовности, его просто мазали и упаковывали. Соответственно, а в тот момент они поняли, что они не убились в момент Пасхи, они ее выжили, выстояли, смогли дать плюс 20, кто-то плюс 50 к прошлому году, у них не были пустые полки, их психологическое и физическое состояние было сохранено эмоционально, и они поняли, что это произошло за счет фабрики. Соответственно, после чего и к фабрике, и к вопросу централизации уже отношение было более лояльное, более спокойное, воспринимаемое сотрудниками. Поэтому, конечно, важно держать во внимании сотрудников, через которых вы будете это внедрять. Ну и, как я уже сказала, самое важное – это покупатель, который для начала… Ну мы хотим, собственник хочет, когда вы будете обсуждать, конечно же, это же большие деньги. Все руководители, нормальные руководители, хотят, чтобы это быстро окупилось, желательно за год, чтобы были большие деньги, чтобы сохранился покупатель, все хотят этого. Поэтому при этом вам необходимо не перемешивать задачи стратегические, которые вы ставите перед собой, когда идете в централизацию. То есть, либо централизация как метод сохранения того, что есть, либо централизация как возможность расширения бизнеса. Вот я бы рекомендовала не смешивать эти две задачи, а решить сначала одну. Сначала сохранить, сначала сделать так, чтобы покупатель не заметил, что вы централизовались, что вы упаковались, что вы что-то где-то соптимизировались, чтобы покупатель этого не заметил. Вот как только вы эту задачу решите, вот только после этого бежать в вопрос, а чего бы мы нам еще бы накрутить, а где бы нам еще попытаться чего-нибудь сделать. сделать. Собственно, ну, если будут вопросы, готовы организовать экспертную поддержку, мои телефоны и контакты. Звоните, пишите. Наташа, отличное выступление, спасибо большое. Со всех сторон подсветила очень важный вопрос. И, как мне показалось, знаете, самое главное, что прозвучало, это то, что надо соблюдать баланс. Да, не надо сломя голову бежать, централизоваться, убивать цеха на магазинах, потому что можете получить обратную реакцию от покупателя. Поэтому, прежде чем что-то делать, думайте, потому что важно сохранить баланс, важно сохранить качество, важно сохранить нашего покупателя. Я несколько раз была... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!